добрый день любое другое время суток по вашему выбору мы продолжаем смотреть всякие фильмы про шпионов на этот раз французский фильм 61 года то есть за год до выхода доктора но первого фильма бандианы фильм черный моноколь за которым последовало два продолжения про супер французского шпиона в исполнении поле мерис я сразу говорю некоторые деятели озвучки называют его поле мерис но тут либо его называть по-французски мерис там ударением на последний слог до либо по русский по-русски на и ударение всегда да то есть извините невозможно называть человеку у которого там фамилии буквы и мерис он мерис по-русски ну нюансы русского языка что поделать суть не в этом короче это такая комедия французская про шпионов но она сейчас смотрится достаточно сложно сразу предупреждаю ну опять же повторюсь мы привыкли уже там какой-то динамики да там такому экшену действию да здесь ничего такого нет жорж латнер который нам уже встречался в нескольких комедиях хороших да он тут сводит всю борьбу со шпионами супер агентов со шпионами да он и сходит каким-то будто личным чуть ли не семейным разборкам да то есть у него получается такая бытовуха вот что там поймать шпиона это ну так как как шляпу почистить да то есть или машину помыть вот это вот дело примерно вот такого же накала да вот но при этом надо отметить что все очень хорошо и тонко шутит шуточки типа вы уже бывали в венеции да я уже несколько раз была замужем такие вот которые не сразу въезжают да вот они тут очень хороши и в основном комедия конечно построена на диалогах на тексте но правда накал не такой как более поздних работах латнера вроде дядюшки гангстер и так далее и тому подобное как вы смогли заметить здесь очень симпатичные лица попадаются вот пульмерис он изображает такую дикую флегму совершенно невозмутимого персонажа для которого действительно все что происходит это вот такие неприятности типа пролетевшие мухи или не туда упавшего там солнечного луча до его абсолютно не волнует все что вокруг происходит он невозмутим он гнет свою линию он разоблачает врагов франции да кстати о врагах франции собственно о чем речь то во французском замке окопались нацисты после войны естественно и значит окопались тут французские есть нацисты фашисты в смысле вот есть итальянские фашисты вот и есть немецкие нацисты вот они все окопались во французском замке да ой какая красивая женщина вот и хотят как-то захватить мир в очередной раз какую-то революцию устроить для этого им надо там дождаться какого-то главного нациста вот и потом обязательно мир захватить как они будут делать непонятно это неважно в принципе какая разница они на не фашисты нацист они плохие вот их надо поймать вот и вот соответственно их ловит поль мерис но тут дело в том что прежде чем захватывать мир фашисты разумно решили избавиться от кротов шпионов и предателей в организации в принципе с с их так сказать точки зрения это очень правильное решение потому что как выяснилось у них половина организации состоит из шпионов кротов и предателей то есть тут есть как бы французский шпион есть русские шпионы есть немецкий шпион все шпионы есть вот все в наличии их надо вычистить их начинают вычищать вот ну в общем все это сопровождается какими такими романтическими моментами моментами саспенса как у хичкока и так далее и тому подобное вот и хорошими такими очень правда очень дозированными шутками вот ну скажем так да вот бернар блее еще тут присутствует он играет тут инспектора полиции которому приходят французские французские разведчики и говорят что там типа надо хватать нацистов а он говорит что-то вроде типа этого мне еще не хватало вот тут замечательная вот это вот эльга или хельга андерсен да броли классической немецкой шпионки белокурой бестии вот абсолютно обворожительный с очень красивым кружевным бельем тут извините тут показывают белье в подробностях причем практически на всех женщинах которые попадают в кадр это французская комедия чего выходить вот совершенно замечательная она тут вот в этой сцене она приходит к полюмерису с претензией что типа он ей не помог как бы они как бы одно дело делают да все ловят фашистов а он едко не помог сложной ситуации вот но он говорит ну ты ж меня там стамбуле подставил вы на китай кино и так далее и тому подобное она говорит и мужчины или где но вот так вот разборки на таком уровне да вот вот это вот называется разведывательная работа вот потом она начинает жаловаться что типа нас все равно потом всех убьют у нас работа отвратить вот это вот замечательная сцена это как вы уже поняли моя любимая мари дебуа она очень молоденькая очень симпатично и русский агент и признается в любви при этом говорит что вообще искренность в нашей стране это сродни сложному способу самоубийством замечательные цитаты я ее даже выписал а вот в общем а кино я сразу скажу кино сложная ну для восприятия сейчас потому что абсолютно никакой динамики сплошные сплошные какие-то вот пикировки взаимные какие-то подколки и так далее и тому подобное вот есть конечно не некоторые интрига да но она абсолютно не педалируется вот это вот где-то был замечательный совершенно кадр не помню то ли здесь то ли еще ладно это 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 неважно если будете смотреть увидеть там оператор иногда отжигает такие очень хорошие планы берет короче милая французская комедия не скажу что она смешная до колик нет такого нет вот но как бы вас заставляют сидеть и улыбаться просто вас повышается настроение вы испытываете положительные эмоции красивые женщины хорошие актеры на втором плане там ну много таких сюжетных моментов связанных именно с там с неприязнью французов к немцам к итальянцам там немцев к итальянцам и так далее и тому подобное это как всегда у актера у него эти темы они постоянно педалируются да в общем ну все здорово единственное что смотреть надо сделать на собой опять же некое усилие чтобы в это дело все как бы втянулся да вот хороший фильм и еще интересно вот мне было посмотреть на то как французы пережившие оккупацию коллаборационизм вот там сопротивление вот это вот все относятся к своим коллаборационистам к фашистам там и так далее тому подобное вот они их высмеивали вот по-моему это то чего нам немножко не хватало в нашей советской пропаганде мы это это все под коврик предпочитали заметать у нас конечно мелькали иногда там всякие власовцы и прочее но вот так чтобы просто клоунами выставить такого такого по моему не было я что такого не припомню вот но я имею ввиду послевоенные уже такие фильмы там годов 60-х 70-х я вот помню каких-то там лесных братьев там государственной границы бандеровцев да вот они-то только там появились а это уже восьмидесятые годы снималась и тем более даже не у нас она была в белоруссии да вот а французы вот они как-то постоянно вот эти темы поднимали их педалировали может быть это правильный был пропагандистский вот хотя посмотрим сейчас сложно сказать а вот тем более что все это дряни опять голову поднимает и любой фильм про фашистов каких-то нацистов он приобретает новую актуальность в общем вот так вот даже не знаю мне понравилось скажем так но потребовало от меня при просмотре некоторых усилий просто чтобы тянуться вот происходящее там где-то там после первой трети уже нормально было то есть когда я поняла все в чем здесь прикол и чего хочет лотнер да мне у меня улучшилось настроение мне стало мне стало легко этот фильм воспринимать ну комедия тоже такая штука тонкая да то есть в любом случае вам надо понять чем вас смешат да то есть если вам то чем вас смешат смешно вот значит комедия вас попала но бывает что у режиссера тому сценаристов вот чувство юмора с вашим не совпадает такое бывает вот тогда наверно смотреть не надо будут тут вот как бы я понял в чем прикол и сидел уже дальше спокойно улыбался вот фильм милый прелесть прелестные сцены немецкие французские агенты обсуждают борьбу с мировой фашистской гидрой вот так вот это примерно выглядит в исполнении поле мюриса да ну какая прелесть правда милота что сказать приятного просмотра всем добра